Как принято на тонусе, виновницы торжества не подозревали, какие сюрпризы ожидают их в большой студии. Оказаться в гостях у сказки было весело и даже слегка страшновато. Благо в сказочных героях можно было легко узнать своих коллег, рядом с которыми бояться нечего. Ох, девчонки, одна другой краше, в сказке вы побывайте наши. Главный герой необычной сказки Иван поведал красавицам о том, что его тревожит. Ничего хорошего я вам рассказать не могу, красавицы вы наши. И дело-то в том, что моя Марфушенька-то душенька приболела на печи лежит. Чтобы раздобыть молодильные яблоки для жёнушки любезной, отправился наш герой в путь-дорогу. И кого он только не встретил на своём пути. Этот зверь почти что тигр, знает много разных игр. Только ростом он не вышел, потому и ловит мышек. Кот? Правильно, кот! Так ведь яблоки молодильные у Кощея есть. У кого? У Кощея. Только будь неблизкий. А, неблизкий? Многие-то у тебя крепкие. Ну, как сказать? Смотрите, что же Марфушеньку-душеньку поднимаем. Давай разомнёмся сначала. Станцуй ко мне. Кот-учёный рассказал, что раздобыть молодильные яблоки можно у Кощея. А как пройти туда, знает соловей-разбойник. Где Кощей? Отсюда не видать. Но тебя могу туда послать. А мог бы я тебе помочь, но сказочный принцип такой. А, да? Пересвестишь меня? Пересвистел ты меня и моих свиристелек. Теперь проси, что хочешь. Я водяной, я водяной. Я не говорил бы, кто со мной. А то же мои подружки, пияжки и игрушки. Ты водяной? Я. Помоги. Да, я тебе рад помочь. Но ведь ты мне помоги. Да ну её в полоте такую жизнь. Повстречал Ваня в сказочном лесу много всякой нечисти. Был там и водяной, и даже влюблённый змей Горыныч. Как бедолаги змею узел развязать И одно за всех решение принять Мозгов у трёх голов тут может не хватить Бутылку водки проще на троих делить Проблема у меня есть. У тебя проблема? Проблема у меня, да. Ага. Проблема, Ваня, проблема. Чем могу, помогу. Но потом ты мне тоже тогда поможешь, ладно? Да. Какая-то проблема? Не хочу Василису я на троих делить. Не хочу. Ну в этом что-то есть. Избавил Иван Горыныча от лишних голов и от лишних проблем. А там и до Кощея рукой подать. А тот, как и полагается отрицательному персонажу, занимался незаконной деятельностью. Да ещё и не один, а с сообщниками. И не артисты мы, а самогонщики. Хлебнул Ваня и помолодел. А вот самих злодеев коварный напиток с ног свалил. И достались главному герою все молодильные яблочки. Смекнул Иван, а ведь был он вовсе не дурак, что жёнушка его пошутила, а может и обманула его. И стал он всех женщин тонуса одаривать. Каждая получила по яблоку, по букету цветов. Но на этом сказка не закончилась. На обратном пути встретил наш Иван Кудесника. Как в каждой женщине есть загадка и недосказанность о любой картине или в этюде. Там недосказанности очень много. В любой момент смотришь на него с хорошим настроением – одно. В плохим настроении – другое. Так что к Ванинам подаркам прибавились этюды от художника Виктора Багрова и песня, как признание в любви. Не прячем дайных чувств своих. Мужчинам нечего стесняться. Мы вам родим в своей любви. Любви признаться. Молодильные яблочки перенесли всех присутствующих на дискотеку 80-х. Праздник продолжился в духе русских народных традиций – за чашкой чая, с песнями под баян, народными играми и танцами. В общем, этот день телекомпании «Тонус» прошел, как в сказке.